Нет, вы ошибаетесь. Это передергивание называется в картах, я не знаю, это шулерство. Это грабеж. Нужно поднимать на уровне правительства, на уровне президента эти вопросы. Дрянь, ваш сценарий в большинстве 95%. Ерунда. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак, и у нас сегодня выходит первый подкаст, ВУГИ-подкаст в этом году. И у нас в гостях казахстанский продюсер Ирлана Чекиртова, также кинорежиссер, сценарист Шид Масаевич Нурманов. Я сразу же анонсировал нашим гостям, что мы в такой неформальной обстановке лампово поговорим. Здесь, вот я, честно говоря, хотел сразу поделиться, вот, ну вот, когда я узнал, Шид Масаевич, что вы, ну, занимаетесь разработкой сериалов, я подумал, что на самом деле вот оно все изменилось, то есть, ну, имеется в виду отношение к сериалам, что я в основном сериалами занимаюсь, что вот уже, ну, как бы знаменитый кинорежиссер, который известен своим, там, авторским, как бы, почерком и работами, уже решил снимать сериал. Я думаю, все, это, ну, для меня лично какая-то беспроводная какая-то точка, все, уже сериал – это кино, уже нет такого отношения как к какому-то низкому жанру. Ну, да. Но меня интересует тут формат, который называется мини-сериал. То есть, это сериал, в котором, да, ограниченное количество эпизодов в сезоне, который имеет кинематографические ценности. То есть, не мыльная опера, не ситком. И да, и сериал – это та сфера, где можно вложить свои познания в драматургии. Кино… Вот мы раньше как-то, не знаю, относились, я помню, еще в нашей юности, к сериалам как-то снисходительно. Да. Вот, все говорили о кино, о большом кино, большой экран и так далее. Ну, отношение к сериалу меняется на наших глазах. И давно уже, мне кажется, уже изменилось, например, в Америке. В то время как кинематограф все больше и больше, ну, я имею в виду тот, который приносит кассу, бокс-офис, все больше и больше превращается в такой монтаж аттракционов, будет позволено воспользоваться термином Эйзенштейна, который тоже требует, разумеется, своей драматургии, но не столь глубокой, как мы, может быть, привыкли когда-то в свое время, в ранней юности, к фильмам итальянского кино, французского и так далее. В то же время в сериалах без этого не обойтись. То есть зритель следит из эпизода в эпизод за развитием именно драматургической линии. Хотя она и представлена во внешних образах, так же, как в кино. Но если ты не наделяешь это крепкой драматургией, интерес пропадет у зрителя. Ну, это вот, как многие сравнивают, как что, роман, да? То есть то, что было раньше литературой, читали глава за главой. Ну да, если можно сравнить полнометражный фильм с повестью, то в сериале мы имеем дело с романом. Да, все верно. Вот сейчас этот проект, вы можете рассказать про него, вот про Бату? Правильно? Это же тоже, как бы, первый этап – это документальный сериал, да, который вы уже... Ну, в данном случае это не сериал, а полнометражный фильм документальный. Документальный, хотя, конечно, есть желание сделать из того огромного количества материала, которые мы сняли, и документальный сериал. Но главная задача – это, конечно, игровой сериал, на этой основе сделать. Это более глубокое изучение материала, в который мы погрузились, благодаря нашим спикерам, 26 спикеров из разных стран и даже континентов, которые очень хорошо знают эту тему. И это нам позволит более правильно прописать все. Хотя, конечно, травматургическая канва давно уже есть, я работаю не первый год на этой теме. Но, конечно, обретет дополнительную ценность. А где он будет выходить? Я не знаю, пока. То есть мы сейчас, в эти дни мы заканчиваем, ну, уже, так сказать, режиссерскую версию. Мы закончили этот фильм в декабре прошлого года. Сейчас на энтузиазме, за свой счет, прорабатываем, ну, некоторые называют, режиссерская версия, да? Как прокатная версия. Как угодно ее называйте, но это наша версия, которую мы уже самостоятельно заканчиваем, доводим до ума так, как нам кажется. Это может придать дополнительную ценность этому фильму. И после этого начнется работа над, собственно, финансированием и запуском большого сериала. А вот сценарий главного сериала у вас уже в каком-то виде, он был до того, как вы снимали? Ну, он в виде такой, знаете, расширенной Библии, что называется, в сериалах. То есть, ну, так, по простому синопсису, тритмент. Написанная больше как, ну, в форме литературного, наверное, сценария, да? То, что иногда у нас называют. По всем эпизодам. Ну, просто я вот, например, когда услышал, что у вас такие два этапа, то есть документальные, я восхитился в том плане, что, как бы, любой сценарист первый должен делать ресерчинг. Как бы, да? Конечно. Тем более в историческом таком жанре, тем более у вас детектив. То есть, там нужно, как бы, хорошенько покопаться. Но круто, что вы это, как бы, условно говоря, этот процесс вы превратили в документальный фильм. Как бы, то есть, ну, если так говорить, то есть, подготовка к игровому формату, она является тоже отдельным контентом. Ну, то есть, правильно понимаешь, что после документального у вас появилось больше, ну, после работы над документальным фильмом, у вас появилась еще больше информации о том, как, например, там, писать вот этот игровой сериал? Или ничего не добавить? Не то, что это бы добавило там к принципам написания вообще игрового сериала или к драматургии. Гораздо более глубокое знание материала. Да, ну, я тоже понимаю. То есть, я когда начинал, ну, много лет назад, где-то в 2014 году, работал над этим проектом, я самостоятельно изучал первые источники. На этом, ну, хорошо перелопатил, конечно, их, но при этом не являясь историком, да, это не моя основная профессия. Что позволило мне создать такую драматургическую канву? Такой шампур, на который потом надо это все, да, нанизать. И изначально я писал его в форме полнометражного фильма. Ну, большой полнометражный фильм. Но чем глубже я погружался в эту тему, тем больше я открывал действующих лиц, персонажей и ситуаций, которые просто не укладываются. Да. Ну, просто физически. И либо нужно что-то с короговоркой сделать, что, конечно, плохо. Либо выбрать какой-то маленький эпизод из истории Бату, что тоже меня не привлекало, да, потому что невозможно все грани отразить за два часа. И поэтому волей-неволей пришло к тому, что это может существовать только в форме сериала. Как Аристотель говорит, у каждой трагедии, да, или у каждой драмы должен быть свой объем. Он диктует. То ли это короткометражка, то ли полный метр, то ли это сериал. Так же, как, допустим, ты пишешь какой-нибудь рассказ, повесть или роман. Невозможно выразить то, что требует больше времени. Это как читаешь какую-то короткую историю и чувствуешь, что потенциально она либо там, ну, или рассказ, или повесть. Ну, вот правильно я понимаю, что в структуре фильма, ну, вот, по крайней мере, то, с чем я, как бы, не столкнулся, как бы, с авторским каким-то большим кино. Вот я писал коммерческие, зрительские фильмы. Вот. И, ну, структура самого, ну, полного метра, она все-таки, ну, как то, с чем я столкнулся, мы там отрезали дополнительные линии, которые, ну, не сильно двигают, как бы, арку героя. А, по сути, фильм это, ну, про одного героя и про одного его, там, словно говоря, историю, да? То есть, ну, а в сериале же можно, ну, заводить там много линий, там, не знаю, там, три основных, и дает такой, как бы, объем, объем этого мира, да? То есть, мне кажется, очень интересный был вот этот мир Бату, было бы вообще увидеть не только как там, ну, знаете, как исторические фильмы снимаются, у нас сначала потом 10 лет прошло вот это вот, потом сражение победил в этом, потом этот и уже все, финал уже, может, людям в каких-то моментах надо выходить. Вот, а интересно же пожить, и некоторые вещи даже хочется пожить там, вот в этом мире. При этом даже создавая такой сериал, который продолжается, не знаю, 400-500 минут, все равно необходимо, если у тебя единый сюжет, единая цель, к которой идут твои герои, твой герой и сопутствующие персонажи, встречая какое-то сопротивление, все равно это единая форма, весь сезон-то единая форма, большая драматургическая. Не то, что кто в лес, кто подровал. Конечно, конечно. Кто в одной серии про Фому, кто и про Ерему. Они же на другую линию. Да, да. Это точно так же необходимо относиться со всей серьезностью к истории сериала, как к истории полнометражного фильма. Ничего лишнего, выводящего совершенно в другую сторону, не должно там быть. Но сериал позволяет обогатить это действительно переплетающимися линиями. Ты можешь гораздо более глубоко раскрыть как обстоятельства и жизнь, и ситуацию с главным героем, с его мотивациями, целями, так и его союзников, там помощников, спутников, так и его антагонистов, врагов, соперников, гораздо глубже. Да. Ань, можно я у тебя спрошу как раз про этот... Про то, что... Ну, понятно, что есть большая разница между документальным, да, там и игровым как бы форматом. Но вы вот при создании этого проекта вот именно продюсерски что-то вот как бы брали из тех вот, ну, как бы из игрового... Глубогая... Из производства игрового как бы кино. Потому что вот мне так кажется, вот я некоторые на Нетфликсе смотрю сейчас документалки, они очень во многом, ну, такие уже как бы не в каком-то классическом, ну, не знаю, не в классическом, я не сильно разбираюсь, в таком понимании документалки. Они очень много там каких-то вот, ну, там, стиль съемки, очень киношный. Вроде бы синхрон свидетеля, а снято как будто бы он главный герой в фильме. Вот. Сторитейлинг тоже такой очень... Такой, ну, как мне кажется, очень во многом похож на игровой формат, то есть. Ну, у нас изначально автор сценария, вообще режиссер игрового кино прежде всего. Поэтому, естественно, сам сценарий, он уже был написан, исходя из формата игрового кино, где наши те же самые свидетели, наши ученые становились активными участниками действия, потому что именно на них был построен основной сюжет. На их взаимодействии, когда потом посмотришь, вот увидишь, как Рашид нашел интересное решение, когда один говорит, а второй отвечает. Мы снимали их в разных местах, в разных странах, да, но они друга подхватывают, реагируют на него, эмоционально могут реагировать. Вот на поводу того, что, ну, как такое может быть? Это очень интересно выглядит, на самом деле. Потому что у них бывают кардинально противоположные мнения, оценки ситуации. Вот. Но это было первое, то есть само по себе, то есть здесь были, прежде всего, это документальное кино, тем более, если мы берем, допустим, которое было больше признано у нас или принято у нас, да, то есть есть формат определенный, то есть, конечно, он был больше игровой, и они становились, вот они были активными участниками, и все остальное действие, которое было решено графически, вот, при помощи наших друзей, товарищей, кубиков, вот. Ну, потому что очень, очень большая работа была проведена, да, очень долгое время, что там есть и персонажи, которые долго обсуждались, и персонажи тоже Рашид продумывал, все, которые сейчас в документальном фильме там присутствуют, типажами, чтобы они были похожи на тех, которые бы он хотел видеть в игровом фильме, ну, есть людей непосредственно. То есть, это прямо такой, получается, полноценный девелопмент к большому игровому сериалу, когда уже изучаешь и характер, и изомнительность. Самая крутая воскадровка. Ну, и потом, на самом деле, вот тоже, когда работали, Рашид работает в сценарной программе, да, вот Райд Дот у нас всех тоже приучал, и требовал, то есть, очень татурированный человек, это очень удобно, на самом деле, открываешь, допустим, Google, все документики разложены, к этому привыкли все, привыкли и монтажеры тоже, вот есть новая версия сценария, потому что, когда, допустим, днем шел монтаж, Рашид приезжал вечером домой, смотрел версию, которую ему просчитали, и вносил к утру поправки. Они просыпались утром, у них уже были поправки сценарные, в этой программе сделанные, да, вот, поэтому это было достаточно, честно говоря, ну, я и тоже все ребята, кто взаимодействовали на проекте, говорили, что первый раз видят режиссера, который, мало того, что пользуется программами, настолько свободно сам монтирует, сидит, который сам тоже делает все правки, и абсолютно в материале, то есть, когда точно знает, что он, не просто знает, что он хочет, а то он прям точно знает, потом знает, как он должен быть, шрифт у него, именно вот такой, где должна стоять надпись, ну, это же так, потому что обычно у людей, а давайте поставим и посмотрим, как оно встанет, а давайте посмотрим, и там пообсуждаем, давайте поставим, вот я знаю, так будет хорошо, вот, и любые нюансы, даже последнее, да, то, что вы когда придумали, вот, таймер времени, да, вот, он очень интересный, как они с Дамиром разрабатывают, что, Рашид говорит, Дамир загорается и поддерживает, ну, из кубиков тройники, вот, а потом, и там не хватало буквально в Феринке одной детали, то есть оно как бы интересно, здесь вот века проходят, здесь годы, а Феринка-то как бы пустая какая-то, вот там чуть-чуть не хватает, но не идеально, конечно, Рашид нашел решение, прекраснейший логотип, который там встал, потом тоже покажем, но он органично, и становится все, форма сама по себе собирается, то есть оно имеет настолько такое, знаешь, вот абсолютное решение, потому что я помню, сколько раз работал, когда раньше работали с Рашидом, пока шрифт не выбрали, мы не садимся писать ни один, документ, но это очень важно, я говорю, а вот так скрупулезно, он говорит, ну вспомни, как китайские писари, у них же это прямо искусство было, написание одного иероглифа, они могут его всю жизнь оттачивать, это искусство, а потом уже все остальное, когда есть внятная, понятная форма, потом наполнено сдержание, поэтому, говорю, очень скультурированный человек, потом в этом плане, оно и легко, и сложно, пока вот люди не привыкнут к этой системе, сначала возникает какое-то, да можно же проще, то можно пока накидать, потом исправим, нет, давайте сразу поставим, давайте сразу утвердим, то есть вот, нет такого поражения, поэтому... То есть смотрите, вы загружаете программу сценария, если можно, я немножечко детали поспрашиваю, вот, и что это, как сказать, это формирует какие-то другие документы для других департаментов, или... да, это программа профессиональная, Writer Duet называется, это довольно-таки уникальная программа, хотя многие другие сценарные программы тоже к этому стремятся, это, можно сказать, аналог Google Docs для сценаристов, то есть ты работаешь на этом сценарии в реальном времени с любым количеством соавторов или сотрудников, и любые изменения, кто бы их не вносил туда, мгновенно появляются на экране, и это очень помогает избежать, знаете, вот эти вилки многочисленных версий, потом которые запутаешься, ты всегда видишь последнюю версию, и если тебе необходимо отскучить на 10 минут назад, на день назад, или на неделю, пожалуйста, попытаем линии, смотришь все предыдущие версии, туда-сюда, это очень удобно для работы, потом, как разные департаменты могут работать, любая сценарная профессиональная программа позволяет номеровать сцены и потом их залочивать, закрывать, и потом, какие бы изменения новые, сцены не появлялись, они не сбивают вот эти референсы, и поэтому удобно, когда ты, ну вот, например, с Дамиром обсуждаешь, он уже наизусть их знает, даже я уже наизусть не знаю, по номерам называют, 42-я сцена, там нужно тут, а что второе, но там это все есть, понимаешь, точно так же нумеруется и каждый диалог, то есть, свой номер имеет, то есть, запутаться невозможно в нем, что это позволяет делать, не только то, что у нас есть под руками документ, от которого мы все вместе работаем, но и он позволяет видеть этот сценарий во всевозможных вариантах, например, тебе нужно выбрать ночные смены, бах, ты выбираешь ту или иную команду, да, ты ночные, они только показывают, или тебе нужно выбрать один объект какой-то только, который раскидан, там-там, он же появляется, не всегда один и тот же объект, раз и до конца, он может еще раз появиться, потом еще раз, он сразу все объединяет, тоже все показывает, что в этом объекте, по всему сценаристу, и так далее, для актеров удобно, что ты можешь выбрать все диалоги, для такого-то персонажа, или этого, это уже пах, они все под рукой, очень удобно делать вызывные листы, вообще все это, брейкдаун и так далее. Ну, круто, что, Шутмасович, вы показали кубикам эту программу, а теперь они только в ней хотят работать. Нет, они, все выглядит уже разное, видишь, дело в том, что обычно приходит режиссер, вот они выливают, заливают весь снятый материал в линию, и начинают ковырять потихоньку, пока снимали, много раз сценарий менялся, естественно, никто, вот ты ни разу не видел, и думаю, много с их эсссой, у нас электронные не выносят изменения, то есть есть бумажки, где-то почиркали, где-то добавили. Нет, ну иногда используют, там, Excel, там, и так далее, но это все, это в прошлый день. Ну, то есть оно настолько не структурировано, а есть получается, когда любые правки, он не просто, говорит, он их выносит, и они сразу видят, и монтажер садится, у него уже все это есть, ему очень удобно собирать, да всем удобно получается. Не, ну удобно не только монтажерам работать, удобно работать и административной, продюсерской группе, потому что вот эти сценарные программы, они привязаны к другим программам, по составлению бюджета, по составлению КПП, для того очень удобно. Это сохраняет тебе, ну, колоссальное количество времени, потому что они все между собой связаны и трансформируются, ты просчитываешь их на другой программе, и все, они все связаны. Мы-то, я делал раньше, в MovieMagic много делали, в MovieMagic с фейдином, то есть было много привязанных разных, а если сразу в одной структурной, там есть также версия бесплатная, да, которая просто динфрационная. Есть бесплатная, там ограниченные версии, функции, но да, есть. Но основные все и все равно входят, то есть как бы, поэтому... Мне даже удобно было, например, делать английские субтитры, да, вот у нас на русском сценаре, бах, кнопку нажал, он весь перевел, переведен на английский язык. С сохранением формата и всего. Ты только потом подправляешься где-то там, ну, понятно, что... Он расставил сразу, не просто там сплошную простыню и пошел. Нет, 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 он сохраняет тот же самый правильный профессиональный формат, только на английском, в американке, только на английском все. А она импортируется? Конечно. И импортируется, и экспортируется, пожалуйста. Очень легко. Шамусевич, смотрите, вот я, ну, как-то мы так два или три года назад сидели и разбирали, и думали, какие вот у нас, ну, так, немножко по маркетинговому, что ли, не с точки зрения искусства, какие вообще у нас есть такие какие-то преимущества, да, там, например. Ну, и там выявили, как то, что говорят все, там, локации, да, история. И вот я подумал, что вот с точки зрения, ну, вот мы тогда разбирали, и пришли к выводу, что вообще вот такие достоверные истории в нашей стране очень много, ну, очень много, ну, там, уникальных. Ну, они иногда ужасные, как бы, да, но вообще вот, ну, на этой территории очень много происходило каких-то вот событий, которые, может быть, ну, может, отчасти и сейчас, может, как-то происходит, смотря под каким углом на это смотреть, которые могут дать, ну, там, как и игровому формату какие-то, ну, знаете, много же сейчас фильмов по достоверным событиям, где, в принципе, сценарно все вроде бы... Но иногда они как бы сценаристы из-за того, что на самом деле было так, они, может быть, где-то сценарно, ну, как бы если придумывали, выкрутили по одному, а достоверно, поэтому не могут что-то сделать. Вот мне показалось, что у нас много событий, и вот как вы думаете, есть ли у нас какой-то потенциал именно для каких-то вот таких вот либо игрового кино по событиям в реале, либо по документальным каким-то проектам? Документальный проект, чем уникальный? Ну, чем хорош, тем, что уникальная же все равно какая-то история. Уже никто другой не возьмет, не сядет, точно такой фильм не снимет. Ну, Казахстан большая страна и с большой историей и с интересным настоящим. Мне кажется, вопрос даже не в том, какую тему или о чем именно рассказать в том или ином фильме. В тем полно. Сколько расковать творческую фантазию наших кинематографистов, освободить их. Например, посмотрите, Корея небольшая страна. Ну, хорошо, по количеству населения, может, и превышает нас, но это же территориально и этнически гораздо более ограниченная страна. И тем не менее, они снимают кино, которое пользуется спросом, например, в той же Америке. «Паразиты» берут Оскара за лучший фильм. Не за лучший иностранный фильм, за лучший фильм. Победит другие американские картины. Или сериал «Игра в кальмара» становится одним из или самым популярным в прошлом году в Америке. Самый популярный, да. И играют корейцы. Да, и происходит в Корее. Который мы не запомнили. Тем не менее, он на культурном уровне понятен. Американская молодежь, которая взахлеб там смотрит. А что? Вопрос такой вполне естественный. Наши ребята менее талантливые, что ли? Да нет. Просто, наверное, необходимо создать такие условия, когда максимально расширить их фантазию. Максимально расширить тематику того, что они делают. Забыть о каких-то таких, знаешь, теологических госзаказах. Обычно такие проекты наиболее скучные. Малоинтересные. Я именно в этом вижу поддержку нашего кино в Казахстане. Вот я хотел... Ну, вот я тоже, ну, не то, что я изучал, но просто вот смотрел там Турцию, Корею. Ну, как мне кажется, с моей точки зрения, все-таки это была какая-то индустрия, где, условно говоря, кроме всех остальных, сценаристы, ну, скажем, авторы, да, там, наверное, режиссеры в том числе, делали очень много и, ну, как сказать, конкурировали между собой. Сначала это были совсем локальные какие-то проекты, да, опять-таки, то, что вы сказали, там, количество, ну, 60 или 70 миллионов, оно позволяло делать какой-то, ну, там, вот эти сериалы, которых они потом вообще выявили какой-то новый жанр, который потом, и потом они боролись, ну, как бы, боролись между собой, а потом по качеству, это количество, как бы, перешло в какое-то качество, и они вышли на, как бы, ну, вот. Естественно. Да, и Турция примерно так же, тоже сценаристы, они между собой, ну, авторы, скажем, они между собой борются, хоть и в развлекательном жанре, хоть и, может быть, и в низком, вот, ну, и мне казалось, что нам, наверное, больше как-то, ну, в силу того, что все-таки такой индустрии, в которой мы очень много тайтлов, да, то есть вот этих проектов не делаем, мне казалось, что все-таки вот больше, как бы, как Израиль, которые, в принципе, проекты, ну, как скажем, ну, у них, понятно, противоспособное усиление, но их немного, как бы, и поэтому они как-то, ну, как-то изначально, что ли, от начала вроде для себя, но они как-то так на экспорт уже делают вот эти проекты, ну, там, те же «Родина», там, или у них много, вот, ну, вот, как вы думаете? Ну, они много снимают, между прочим. Да, конечно. Вот израильский фонд поддержки, ну, большое количество фильмов израильских поддержал, и, разумеется, далеко не все из них хорошие там, выдающиеся, да? То есть та же самая конкуренция везде и проходит, это естественно. Да, да. То есть лучшие картины задают ориентиры, вот, и как любой кинематографист, да, поднимают планку и поднимают выше и выше, и каждый кинематографист, конечно, хочет достичь этой планки и выше пойти, перепрыгнуть ее. Особенно, когда рядом кто-то делает, то есть мы вот, условно говоря, ну, там, конечно, нас сравнивает в общении, ну, например, вот такой же парень, как я, вот мы вместе работаем, работаем, потом вдруг он что-то там, что-то у него очень хорошее получается. Естественно, у меня больше мотивация, он же рядом со мной был, ну, условно говоря, он же такой же там, как я, с такими же исходными данными в этой же стране, и, конечно, сразу хочется его там, ну, лучше него сделать. но нужно иметь в виду, что необходимо создать и условия для этой конкуренции. Если, допустим, проекты финансируются и потом присваиваются себе какой-то одной большой компании, ну, будь то в прошлом это был «Казахфильм», да, который все под своим крылом производил, потом создали этот центр поддержки «Кинематограф», который себе теперь присваивает, «Куперайт», а что получается? Тем самым они сбивают эту конкуренцию, то есть они, вместо того, чтобы развивать множество разных кинокомпаний, продюсерское так называемое кино, которое пользовалось бы результатами своего труда, получало, да, стимул был привлечь зрителей и получить с проката возвраты, пусть на государственные деньги, но возврат ты получаешь из частных денег людей, которые просто идут в кинотеатр и смотрят эту картину, то в такой ситуации самый главный твой стимул это освоение бюджета, то списать, то... Да, во-первых, с одной стороны, хорошие зарплаты себе прописать, с другой стороны, там что-то списать, там что-нибудь обналичить, там что-нибудь закрыть другими там расходами, а кино тебе по барабану, потому что как бы все равно ты с него ничего не имеешь, и в результате как бы кино делается не на зрителя, а на заказчика, и это неправильно. На приемщика даже? На приемщика, ну да, да, да. А как делать, улучшилась какая-то практика, наверное, да? Везде в мире эта практика есть, не нужно ничего выдумывать, никаких пятых колес. Права и даже по законодательству Казахстана принадлежат производителю аудиовизуального произведения. В силу того, что ты его делаешь, ты уже обладаешь с него правами. Есть одно исключение, разумеется, это так называемая работа по найму. Ну, если я штатный там сценарист или штатный там режиссер и работаю на какую-то компанию, изначально все, что я делаю, принадлежит этой компании. Да, да, интеллектуальный ресторан, глубоко. Да, 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 но это и есть компания. Теперь мы берем, допустим, тоже центр поддержки, они не производят контента. Когда они объявляют конкурс, кинематографисты приносят туда свои проекты. Некоторые работали над этими проектами годами. Да. То есть, они обладают всей полнотой исключительных прав на это произведение. Всей. И когда они приносят это, они приносят эти проекты именно для поддержки, как написано в заголовке этой компании, этого фонда. Для выкупа. Да, не для выкупа. Для поддержки. А в результате получается, что они лишаются всех прав. Это неправильно. Центр не является производящей компанией. Они даже финансистами не являются по большому счету. Они являются оператором денег Министерства культуры. И эти деньги, которые выиграл тот или иной проект на финансирование, это их деньги. Это их. Эти просто передают из одного кармана в другой. И при этом вдруг зацикливают и замыкают все права на себя. Такого нет нигде. Нигде нет. Я когда спрашиваю представителей центра, а назовите, где страна, вообще, по какой схеме, по какому алгоритму вы работаете, есть какие-то примеры. Они не находят ничего лучшего, как сказать, есть эта страна называется Казахстан. Ну, я говорю, ну, может быть, вы можете обратиться в Корею, наверняка там тоже такая же ситуация. Но нигде в мире, где нет, где есть государственная поддержка кинематографа, никогда государство не отчуждает это прав. Учая Россию, фонд кино. А вот, Аня, ну, вот смотри, там же было, вот есть, я правильно понимаю, текущая ситуация такая, что если финансирование там типа 20 на 30, 70 на 30, да, то есть, там, например, вот я автор, да, продюсерская компания, скажем, производящая, теперь я должен соответствовать требованиям, во-первых, да, во-вторых, я прихожу и должен вложить 30 процентов, и потом фонд 70, а потом, когда мы продаем, ну, как бы, прокат идет, мы получаем, и я должен получать 30 процентов. Да, получается, по вкладу, по объему вкладу. Вы ошибаетесь. Вы не знаете вообще, кинопроизводство оказывается. Нет, почему там? Сейчас, сейчас мы подоконим. Это в законе так написано, ошибка серьезная произошла. Нет, я рассказываю текущую ситуацию. Как происходит во всем мире в производстве, финансировании, распределении прибыли. Есть финансист, это не производитель. Да. И есть продюсерская компания, это производитель. Да. Финансист заинтересован в том, чтобы инвестировать в тот или иной проект этого продюсера. Они заключают договор. Финансист дает... Продюсер не финансист. Он не обязан даже одну тенге вкладывать. Контент делает. Финансист вкладывает 100% финансов. Если их два финансиста, по 50. Если их три, по 30. Если этот продюсер имеет свои собственные деньги, он может тоже в качестве финансиста выступить и вложить. Но мы рассматриваем чисто по профессии. Мы же не говорим о профессии оператора, когда говорим о профессии режиссера. Продюсер – это не финансист. Каждая роль. Конечно. Это производитель контента. Производитель копирайта. Что дальше происходит? Вот условный финансист, вот условный продюсер. Они заключают договор, согласно которому продюсер создает этот контент и реализует этот контент. Он его потом продает, заключает договор с дистрибуторами, агентами по продажам, с телевизионными каналами, стримгингами и так далее. То есть распоряжается исключительными правами. Финансист получает дивиденды, так как это договорено в их договоре. Каждый договор – это свои собственные особенности есть. Но такая вот средняя, как бы вам сказать, такая золотая середина, в которой все стремятся, та и другая сторона, такая джентльменская, заключается в том, что продюсер перечисляет финансисту или финансистам те средства, которые они вложили до того момента, пока фильм не окупится. Как только фильм окупился, они получили назад свои вклады, идет чистая прибыль. Эта чистая прибыль может распределяться самым разным образом. Золотая середина – 50 на 50. То есть, продюсер не вложил ни копейки, но он 50 имеет чистой прибыли. Это может иметь немножко другие формы. Иногда тоже бывает. Вот я плачу вам, допустим, и эти 50 на 50, они делят пока действует копирайт. Либо он говорит продюсеру, я вам выплачиваю все затраченные деньги финансистам плюс 20 или 25% сверху, которые выплачивают. После этого любые наши взаимоотношения и обязанности теряют силу. Он выкупает его долю прав, условно говоря. Не выкупает ничего. Он заключает договор, по которому финансист получает, допустим, получается 20% чистой прибыль от вложенного. Это уже хорошо? Да, да. Если ты идешь в банк, вкладываешь деньги, ну сколько они тебе там дают? 13,5 в тенге сейчас. Ну, в тенге, а в долларах 1%. Курис спрашивал про нашу работу с Центром. Значит, дальше что? Нет, это вот без этого понять невозможно. Центр выступает, ну, давай назовем его условно финансистом, хотя он не распоряжается своими деньгами. Ну, хорошо, через него поступают деньги. Хорошо. Дальше вы сам делите, как хотите, министерство. Ладно. Вы сторона финансовая, вы не производитель. Мы производители. Если вы вложили 100% средств, а мы создали этот контент, мы должны перечислять вам определенные прибыль или доходы. Если бы это был частный инвестор, он бы стремился к тому, что сначала вернем деньги, потом мы делим прибыль какие-то 70 тебе, 30 мне, ну и так далее. То, о чем мы сейчас говорили. Теперь, поскольку это государственные, все-таки средства, бюджетные средства, нигде в мире они не используются для эксплуатации. То есть, там возвраты, если существуют, то они очень небольшие. А во многих государственных фондах мира вообще возврата они не просят, потому что они оказывают поддержку. Они там из других средств получают, из налогов эти деньги. Вот этот вопрос. Когда мы в 2015 году запустили весь этот процесс создания этого закона на фестивале Евразии на круглых столах, обсуждали этот проект. Сколько должен производитель отчислять денег фонду за поддержку? Поскольку он не может, как французский центр поддержки, получать от налогов с кинотеатров напрямую деньги, то у нас другая система. Ну, значит, надо отсчитать какую-то долю прибыли или доходов. И сошлись на том, что 20% нормально. Не 50, а 20% от дохода, от первого поступающего деньги. Не от прибыли, а от первого поступающего. то есть это справедливо, потому что помимо этих средств они же получают регулярный каждый год утвержденное финансирование из налогов. То есть это хорошо. Все согласились с этим, включая Министерство культуры и так далее. Зафиксировали. Теперь что получается? Что мы имеем вдруг, когда в 19-м году принимают этот закон? Фильмы социально значимые, там отдельная категория поднимают, которые финансируются на 100% из бюджетных средств, значит, их производители отчисляют 20%. Вот как вы говорили. Как говорили, все хорошо. Ну, независимо от какой бюджет. Там 100 миллионов, 500 или миллиард деньги. Пожалуйста, 20, ты от первого поступающего деньги отчисляешь. Все хорошо. По логике также должно быть по тому же принципу и частичное участие фонда финансировать. Например, они вкладывают 70% или 50%. Остальные где-то сторонний инвестор вкладывает. Значит, по тому же самому принципу они должны получать. Вот, допустим, они вкладывают 50% государственных средств. Из 50% смотрят, сколько деньги, ты должен 20% от общей... 20% от вложенных их средств. 10%. 20% из общей зоны получается 10%. А они что сейчас делают? Совершенно я считаю... Это другая логика, да? Другая? Это передергивание называется в картах, я не знаю, это шулерство. они так читают закон, поскольку там это не написано, не прописано, а написано по нормативам, там что-то такое... А там что, там формулировка какая-то, да? Да, вот эти фильмы, где частичная формулировка, они, говорят, делят согласно вкладам, по, как это там написано, я не помню, ну, грубо говоря, по схеме, которая утверждается уполномоченным органом, то бишь, министерством. И все, этот вопрос открытым остается, и что они делают? Они вложили, допустим, 70%, да, 30% принес, предъявляют, они все 70% забирают. Ну вот, я вот по этой статье. Это грабеж, называют, это элементарный грабеж и эксплуатация казахстанских кинематографистов за счет бюджетных денег. Это грабеж, это никакая не поддержка. Этот фонд или этот центр акционерного общества, он не фонд, он акционерное общество, наверное, следует переименовать, очень четкое название дать, государственный центр эксплуатации национального кино. Тогда будет это понятно. Вот, и с этим нужно кончать. Это нужно поднимать на уровне правительства, на уровне президента эти вопросы, и, говоришь, здесь что-то не так. Вот, и в качестве примера мы можем привести работу любого международного фонда, включая российские. То есть, получается, где социально значимые, там это принципы... Это работает. почему-то там это учтено, а здесь почему-то не учтено. Хотя тот же принцип должен сюда распространяться. По такому принципу никогда компродукцию не сделайте. Никто не пойдет к компродукции с такими условиями. Вот, я, кстати, хотел вернуться к тому, что мы, в принципе, прорабатывали, ну, такую мы там с коллегами с нашей, с Украины, и мы, ну, давайте гипотетически решим, можно ли вообще что-то хотя бы задумываться. Мы начали как-то считать, и я понял, что, ну, как-то вообще это невыгодно. То есть, вообще невыгодно, и там тоже никак не объяснишь это, как бы, условно говоря. Так надо объяснять, надо просто втолкнуть. Нашим кринимом, нашим партнерам. Нет, нет, партнерам. А что им объяснять? Они так прекрасно знают, что это не годится, это совершенно какой-то абсурд зеркалье. Вот везде в мире государственные средства, которые поступают от фондов каких-то, составляют, во-первых, конечно, только часть финансирования проектов. Но когда они присутствуют в бюджете, картины, они называются soft money. Это международный профессиональный термин. И он называется soft money, мягкие деньги, не случайно. Потому что эти деньги, если мы пойдем, будем снимать казахскую картину, пойдем где-то, возьмем часть денег, допустим, в центре кинемографии Франции. Это будет soft money, это будут мягкие деньги, нам не надо возвращать. То есть, они используют так называемый gap financing, то есть, это финансирование недостающих средств к тому, кто активам, которые, equity, как называется, которые у тебя уже есть. Вот, Решет Мусайович, вы упомянули, что вот в России тоже, да, вот фонд, я вот так, насколько мог, я смотрел тоже за этой историей. Я так понимаю, что у них тоже формулировка одна из таких, что вот, ну, стране нужны большие картины, да, и поэтому, как бы, это финансирование, особенно, когда оно безвозмездное, это, ну, условно, графильм там, нужен, чтобы там, не знаю, на 20 миллионов долларов, они дают еще 10, потому что он, ну, не окупится, условно. Нет, в фонде, в фонде кино России есть возмездная часть, деньги есть безвозмездная. Министерство культуры, которое устраивает свой пичинг, там безвозмездное все. Вот, но в фонде есть, но это не значит, что каждая вложенная или выделенная сумма от фонда кино России обязательно возмездная. Да, ну, можно изучить, там это увидеть. Ну, там есть, вот именно нюансы самого проекта, и там сам заявитель, он подает там возмездную, безвозмездную, да, вот я хотел, знаете, больше спросить про вот эту систему мейджоров, да, то есть у них же есть система мейджоров, лидеров проката, или кино, ну, в общем, лидеры. они собирают по выручке, ну, в прокате, да, то есть по кассе в прокате, кто больше всего там за год, ну, за год, за последние какие-то годы собирает, а там мейджоры есть несколько. Сколько они, в основном, главное, что, да, вот сколько они собираются, сколько они вернули. Там есть вот, вот эта часть денег, если ты ее берешь в форме возвратной, при этом, я замечу, права не отчуждаются. Даже в этом случае нет. Только это возвратное. Все равно распоряжаются правами все производители. Они обязаны возвращать деньги. А не фонд кино должен возвращать деньги себе. В угне. Это объявилось бы абсурдом. Если эти деньги не возвращены через определенного срока проката картины, ты вылетаешь из списка лидеров. Ты сделал недостаточно кассовую картину, которую вообще не собрала. Ты можешь наравне с другими потом подаваться, пожалуйста. Но ты из списка лидеров вылетаешь. У них есть свои приоритеты. Как вы думаете, это как-то можно у нас применять такую систему? У нас это, может быть, мало игроков. У нас это можно применять, но не сейчас. Вы правильно сказали, у нас мало игроков. Как мы определим лидеров, если мы их не создали? То есть нам необходимо какой-то период времени, три года, может быть, пять лет, ну, надо вместе сидеть с этим киношниками и обмениваться мнениями, в течение которых бы определились эти самые лидеры, которые регулярно делают кино, которое пользуется успехом у зрителя. А когда оно пользуется успехом у зрителя, это не значит, что это кино дрянное. Нет, если люди ходят, значит, им это нужно. И тогда у нас определятся лидеры, да. Ну, вот, наверное, это, наверное, там, производители вот коммерческого кино, там, ну, те же, вот, Милан, Коэнбаев, там, Касс, Донбай, наверное, скажут, что они, наверное, уже за много лет уже собрали достаточно, ну, там, большие кассовые сборы. В том числе они, мне кажется, могут и посоревноваться по кассовым сборам с многими блогбастерами. Ну, пожалуйста, пусть как сравнивается, пожалуйста. Чем это плохо? Да, ну, я имею в виду, что они могут сказать, что уже там какие-то, там, условно говоря, по такому разному. Ну, если один-два что-то собрали, ну, мы же говорим сейчас о создании целой сети успешных продюсерских кинокомпаний. Да. Их надо поддерживать, чтобы вот вышло-вышло много, чтобы не один-два были. Вот. И тогда среди них возникнут вот такие естественные лидеры. Это та самая естественная конкуренция на качество продукции, которая потом будет финансироваться. Ну, вот, правильно понимаю, что тоже вот одна из проблем, которую вы упомянули, вот это отчуждение прав, да, вот то, что... Это должно быть... Конец этого должен быть получше. Да, в принципе, это, мне кажется, и в сериалах. Что происходит там, условно говоря, ну, там, я не знаю, там, фонд или как-то фильм, ну, не очень хорошо разбираюсь. Ну, короче, правообладатель прав после отчуждения у вас, как у производителя, есть ощущение, что они как бы просто, ну, так система устроена, что они не очень-то и заточены, условно говоря, этот фильм куда-то там продвигать, продавать. Конечно. Ну, то есть, если бы это были вы, ну, как производители, то вы как бы, ну, там, вопрос денег, вопрос в том числе признания, да, то есть, ну, кровные, заинтересованные, это же всегда хороший мотиватор, не знаю, там... Ну, и как в самом мире это происходит. Ну, да, да. То есть, приходишь... Что они делают? Смотрите, что они делают? Как только они вообще эти права забрали, все, да, вот эти имущественные, исключительные права, они предлагают стандартный договор вот этим своим поставщикам. Так называемый прокатный договор они учудили. Прокатный договор. Тогда как создатели контента не являются прокатчиками, они являются создателями и обладателями копирайта, которые потом должны заключать договора как правообладатели с прокатчиками, дистрибуторами, каналами и так далее. А на себя они прокатны, как это же бессмыслица получается. В результате что выходит? Вот есть, допустим, агенты, да? Ну, вот, например, как Юля, да, в Париже. В Париже. Они заключают договор с той или иной картиной казахстанской и имеют возможность ее продавать. Есть интерес. И она жалуется, сталкивается с этой проблемой, что она не может продать картину, потому что не берут, а не говорят. У вас нет исключительных прав. Нам нужны исключительные правы на эту территорию, на это время. То есть, Центр дает сам договор. Опять надо к Центру, да, обращаться. Но Центр-то отдал прокатные права производителю абсурдным договорам. И получается, что какая-то компания во Франции или в Штатах, или где там в Азии, которая хочет прокатывать эту картину, получается суп прокатчиком у прокатчика, который прокатчиком не является. Понимаете, в чем ситуация? Это просто абсурд, к которому необходимо как можно быстрее положить конец и возвращаться к обычным нормальным международным стандартам. Расшир Мусарович, я еще хотел спросить про питчинг. Я так понимаю, что очень много... Я сам не участвовал в питчингах на нашей компании, но много вопросов по прошлогоднему питчингу и вообще по методу отбора. Как вы сами оцениваете вот это поэтапное? Правильно понимаю, что сейчас в прошлом, позапрошлом году были публичные питчинги. Это был первый этап, потом был состав комиссии. Экспертный совет. Экспертный совет. Потом они отбирали. И потом уже как бы министерство выбирало уже из... Там такая... Вот этот закон, опять же, ввел вот такую норму, которой не было в первоначальной концепции, которую мы составили вместе с экспертами, как отечественными, так и зарубежными, основываясь на международном опыте. Там не было такого понятия, как межведовственная комиссия. Что происходит? Во-первых, по первоначальной концепции экспертный совет давал окончательное решение. Его можно было протестовать по тем или иным, там, может быть, экономический, там, заданный бюджет или еще что. То есть, Министерство финансов могло сказать свое слово. Или там было какое-то нарушение законодательства, пропаганда, там, я не знаю, что у нас запрещает. Потребление наркотиков, да, межнациональная рознь и так далее. То, что... Но... Если это реальный экспертный совет, он никогда бы такую картину тоже не пропустил, да? То есть, но по этому закону, который сейчас действует, у него только совещательная функция. То есть, он может рекомендовать. Эти рекомендации не публикуются, никто не знает результатов голосования, кто выиграл. Они как-то темную посылаются в Министерство культуры. Министерство культуры. А, то есть, они не объявляют результаты? Не объявляют. Экспертного вот этого... Тогда как... Любое решение любого фонда публикуется сразу же после принятия окончательного решения. Ну, через день, два-три максимум. Как это происходит, например, в фонде кино России. Они закончили питчинг, подвели итоги, через два-три дня они уже на сайте все вывешены. Здесь нет. Здесь они как бы одну часть проводят открыто, то есть, сама защита проходит, она в реальном времени значит, демонстрируется, да, потом в записи доступна, но вторая часть этого открытого процесса начисто отсутствует. То есть, результаты никому неизвестны. Ну, участники конкурса там подходят к тому или иному там эксперту, спрашивают, ну, скажи, кто выиграл. Кто-то скажет, а кто говорит, нет, я не могу, потому что мой договор, я не имею права сказать. Значит, по-любому это в темные результаты посылается в Министерство культуры, согласно нынешнему закону. Министерство культуры собирает межведомственную комиссию из разных министерств. Там уже нету, уже творцов нету там, то есть, кинематографистов там нет? Нет, 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 нет. Это представители ведомств. Центры еще также и Минкульта. Вот, значит, они, там есть положение о формировании этой межведомственной комиссии, отдельно от закона, как приложение к нему. Эта межведомственная комиссия также имеет совещательно-рекомендательные функции, тоже не окончательные. Председателем этой межведомственной комиссии выступает от министра культуры или, как в законе говорится, у полномоченного органа. Потом, по окончанию рассмотрения этих проектов, министерство принимает окончательное решение по запуску картин. Это вот такая, получается, очень длинная цепочка, которая длится месяцами. В результате неэффективное использование государственных средств. Освоение бюджета выталкивается на второе полугодие. И потом все быстро, и все обязаны за декабрю сдать картины. Что в кино это тоже абсурдно. Потому что каждая картина имеет свой производственный график. Я хотел чуть-чуть дальше вернуться к этому финансированию, как то и частями. Это тоже для меня пока непонятно. Но если получать питчинг, правильно я понимаю, значит, заявка подается, сценарий, документы, экспертный совет смотрит. Передводительный отбор. Да, внутри они какие-то картины отбирают. Пока не говорят, но они могут узнать эксперта. Передводительный отбор он больше касается, во всяком случае должен касаться соответствия подданных документов требованиям. Пока еще не по их художественному качеству. Потому что художественное качество будет потом уже на открытом питчинге обсуждаться. То есть к защите проектов допускается всегда больше заявок, чем они выделяют средства на поддержку. Потом из них топовые выбираются. Столько-то на полнометражное кино, столько-то на документальное, столько-то на дебют там анимации и так далее. Да, понятно. Но поскольку решение этого экспертного совета не является окончательным, начинается очень долгая цепочка ожидания, результатов. Дальше. Еще одна проблема в том, что вот этот фонд, который сейчас называем центр, не обладает собственными средствами. У него нет утвержденных в прошлом году бюджета на этот год или там он только как-то в министерстве определенном. Но чтобы освоить эти выделенные средства к освоению в этот год, им нужно заключить договор с министерством. И это тоже занимает время. То есть они являются как бы таким поставщиками министерства, а потом кинемографистов они являются поставщиками для центра. Это очень тяжеловесная структура. Но министерство уже, наверное, заложен какой-то бюджет. У них заложен этот бюджет, но для того, чтобы центр получил право им распоряжаться, они должны заключить договор с министерством. То есть тогда, как если бы это был фонд, государственный фонд, обличный, правильный, нормальный, всем понятная форма, везде существующая, они бы финансировались в предыдущем году на этот год уже с фиксированной суммой, которую они должны были бы освоить. Без всяких дополнительных заключений договоров и так далее. Это намного эффективнее. Второе, чтобы форма государственного фонда позволила сделать, ликвидировать межвездовую комиссию. Потому что государственный фонд очень четко прописан, его функционирование в законе о некоммерческих организациях Казахстана. А главный принцип в следующем заключается. Фонд имеет свой попечительский совет. Это высший орган фонда. Если учреждает министерство, значит, министерство формирует этот попечительский совет. И, с одной стороны, представители министерства и правительства этих ведомств, как МВК. Практически это то же самое МВК, только оно входит в этот попечительский совет. И из представителей кинематографистов. Лучше всего, чтобы у них была своя квота в попечительском совете, чтобы это не было тоже закулисное решение. Кто там свой, давай его туда включим. Чтобы давали свои рекомендации Академия кино, Союз кинематографистов. Дальше, вторая часть этого структура, этого фонда, это его администрация, это его исполнительный орган. Исполнительный орган не имеет права вмешиваться в деятельность попечительского совета естественным образом, потому что попечительский совет нанимает администрацию. Администрация занимается тем, что и положено, административными функциями. Организует питчинг, ведет все необходимые документацию, вырабатывает все необходимые документы, Но ни в коем случае не вмешивается деятельность пописчерского совета, который на ротационной основе выбирает к каждому пичингу экспертный совет. Который будет рассматривать эти поданные картины. И, например, директор фонда, исполнительный орган, не имеет права даже присутствовать на защите. Например, если вы посмотрите просто ради интереса на Ютубе, они же все там выкладываются сразу же. Они в фонда кино российского. Они идут прямо в эфире и потом автоматически конвертируются и остаются по этому же линку все время. Навсегда. Любой из них, посмотрите. Даже директор фонда не присутствует там на защите даже проектов. Не говоря о заседании экспертного совета. Не имеет права. Сколько зайцев мы убиваем? Не два, а больше. Во-первых, своевременное финансирование будет. Потому что сумма утверждена. По нашей традиции можно ее получить где-нибудь в конце февраля, в марте. Это в хорошей раскладе. Да, в хорошей. Провести этот пичин в январе. Как планировалось. Правильно? Как и планировалось. Так и хотели делать. И через месяц вы уже можете картины, которые выиграли, могут получать финансирование и снимать. Тогда им может хватить времени до декабря. Если КПП это позволяет. Ликвидируется ненужное заключение договора между Центром и Министерством культуры, которую мы сейчас имеем. Ликвидируется ненужная цепочка передачи результатов заседания экспертного совета в межведомственную комиссию, а потом из межведомственной комиссии опять в министерство. Все решается очень оперативно, сохраняя все тех же заинтересованных лиц в этом процессе. Эффективность резко повышается. И государственные средства получают более правильное эффективное обращение с ними. Не нужны уже как у нас получать, когда получаешь деньги в августе или в сентябре, гнать, гнать, гнать освоение этих средств. Какими-то переписками заниматься. Значит, не секрет, многие этим занимаются. Или придумывают еще такое, мы сдадим в декабре, а потом в следующем году сами доделаем так называемую режиссерскую версию. Это же понятно, это все заплатки, дырочки такие, вот там золотал и все. Товарищ Мусарович, ну смотрите, например, предположим, даже с такой структуры, которую вы рассказали, в этом Госфонбе, например, у них бюджет общий на поддержку в этом году, например, 4 миллиарда. Примерно. В этом году такой бюджет. Ну да, откуда ты взял эту цифру? Вот, например, 4 миллиарда. Но вот на экспертном совете подали, ну как бы, заявки, там же в экспертном совете же никто не смотрит, как бы, не считает сумму бюджетов, да, то есть условно говоря, а у них там заявок там на 4 с половиной. Нет, экспертный совет должен считать. если в норме брать, то там присутствуют как раз люди все, которые должны осматривать, то есть финансисты, экономисты обязательно. Но они не знают, какая конфигурация, там много фильмов, но ведь 10 фильмов все разными бюджетами. Да, эти бюджеты подаются сами конскурсантами, они же сдают и СМИ, и КПП. Да, ну смотрите, на одном проекте, условно говоря, один там 200 миллионов, один там миллиард, там один, но вот, чтобы это было все 4 миллиарда, именно те, которые отобрали по художественной, как бы с художественной точкой зрения, которые нужно делать фильмы, они же не обязательно соберутся в 4 миллиарда. Ну да, разница. Они обязаны вписать 4. Значит, кому? Потому что, когда ты подаешь проект на конкурс, ты в числе прочего указываешь, сколько ты просишь. 100%, 70, 50 или 30. То есть, они тогда что-то... То есть, ты уже видишь, эти попросили столько, столько, столько. У нас общая суммарная сумма, если мы, допустим, ну, утверждаем, допустим, 10 полнометражных фильмов к запуску, к примеру, и смотрим, и если вот эти вот выиграли, и сумма превышает, мы должны сделать предложение, что, например, мы финансируем не там 70%, как вы просили, но мы можем профинансировать только 60%. Ну, и так далее. Нет, он еще еще Либо они должны выкидывать вообще его. Нет, выкинуть или сделать переходящего на будущее. Но есть еще переходящие. То есть, на самом деле, в кинопроизводстве большинство фильмов будет переходящими. Они не делаются с 1 января по 31 декабря. У каждого свой график. Он может начаться в апреле, кончиться в феврале следующего года и так далее. Что у нас получается? Смотрите, по-текущему, беда еще одна в чем, что очень большая беда, что ты заключаешь договор только на этот год. Вот почему так? Переходящую сумму ты должен опять в следующем году перезаключить. Что это означает? Что 31 декабря заканчивается твое производство и 1 января ты должен выбирать либо работать бесплатно или на каких-то там не совсем чисто уведенных денег, выплаченных в аванс и продолжать это производство, либо ставить фильм на консервацию. И когда ты следующий договор получишь, и когда эти деньги поступят, ты не знаешь. А может, они в следующем опять в августе поступят тебе. А что ты делаешь с 1 января? Твои актеры ушли, твоя съемочная группа на других проектах работает. А так не бывает. В кино во всем мире никогда не запускается в производство, за исключением, конечно, каких-то любительских или совсем маленьких независимых фильмов, пока не сформирован бюджет. Пока у тебя нет гарантии на то, что твой производственный график будет выполняться и график финансирования будет выполняться неукоснительно. Любое превышение его влечет за перерасход. А вот почему так? Какая-то там логика должна быть? Потому что нет какой-то политической воли, чтобы изменить эту ситуацию. Даже если мы работаем в рамках... Это осталось какого-то старого, это какие-то традиции, я не знаю. Почему так по годам делят на части и вообще все это... Я думаю, что причина наверное в том, что по привычке действует закон госзакупа, который на один финансовый год распространяется. Календарный год. Хотя при этом закон о госзакупе предусматривает заключение договоров не на один год, а на два и на три. Например, так работают строительные компании. Это же посттанши. Да, да, да. Поэтому на наш взгляд нужно перенести этот принцип и на кинопроизводство. Чем оно отличается от строительства здания? Тем, что мы строим не дом, а строим фильм, собираем фильм. И он в одновляющем большинстве случаев будет переходящим. Так же, как нельзя построить дом за четыре месяца, если это получено деньги, первого сентября. Так невозможно и фильм полнометражный снять за четыре месяца, если ты получил деньги первого сентября. Это то же самое. Поэтому надо добиваться того, что если даже мы работаем в рамках госзакупа, если другие формы финансирования государственным фондом невозможно только через госзакуп, значит, применять эти нормы, когда можно заключать договор, заканчивающийся не там 10 декабря, а, допустим, 1 мая следующего года, чтобы не прерывать финансирование и производство фильма. Есть и другой подход. Другой подход есть, о котором, я думаю, у нас вообще даже не думают. Но в силу того, что не имеют опыта международного производства. В чем он заключается? Большое количество фильмов в международном производстве финансируется банками. Каким образом? Под договор, да? Смотрите, каким образом это делается? Допустим, вы заключаете договор с каким-то инвестором. Либо большим дистрибутором. Например, Fox, Disney, Universal и так далее. Таким много дистрибуторских компаний, которые заинтересованы в твоей продукции. По той или иной причине. Звезды или сценарий, еще что-то. Они дают тебе так называемую прокатную гарантию. Что это означает? Они сами не финансируют твой фильм. Иногда могут дать какой-то аванс в счет будущего прокатной гарантии. Но дают тебе эту гарантию в том, что этот фильм, если он соответствует всем условиям договора, не вышел из сметы, снят в срок и не искажен сценарий, они обязуются выплатить вам эту сумму по сдаче фильма. Но не сейчас. Что делает продюсер? Берет эту прокатную гарантию, идет с ней в так называемую компанию Completion Bond. Это страховая компания, которая страхует твой проект на основе того, что у тебя есть финансовая прокатная гарантия, страхует ее на завершение в срок и в смету. что этот фильм, если будет превышен этот срок или эта смета, все это превышение страховая компания покрывает за свой счет. Но не финансирует получается. Нет, нет, она получает деньги страховые, ты когда покупаешь каплиженную бонт и ей даешь. Как любая страховая компания. Но если ты превысишь, значит, она обязана покрыть эту сумму. Причем, например, до 10% она покрывает, с выше 10% уже начинается судебный процесс или, если этот договор позволяет, полностью перехватывает контроль над твоим фильмом. Вплоть до замены продюсера, режиссера и так далее. Дальше. Ты с этими двумя документами как продюсер прокатная гарантия, completion bond, идешь в профильный банк, их несколько за рубежом. Ну, крупнейший, может быть, HSBC, у которого по всему миру натыканы отдельные огромные аудиовизуальные офисы. отделения. Например, в Париже, в центре Парижа есть аудиовизуальное отделение HSBC, которое несколько этажей занимает. Финансирует кино. Кино. Да. Специализируется на этом. Специализируется на этом. Репаблик банк в Америке и так далее. Значит, ты приходишь туда, там сидят специалисты. Вот эти, они банкиры, но они специалисты в финансировании кино. Они требуют и сценарий, и смету, и КПП, и так далее тоже. И эти два документа. Без этих двух документов ты не получишь финансирование. Прокатная гарантия. То есть, гарантия не от какого-то там левой компании, а от серьезной, от Warner Brothers и еще кто. Те, кто в этой компании, допустим, в этом банке, например, HSBC, имеет репутацию, с которой они работают. и вот эта прокатная гарантия от тоже страховой компании с репутацией. Какая попала, не пойдет. Ну, например, одна из крупнейших в Лос-Анджелес Film Finances называется. Хорошо знаю их. После этого они это рассматривают, говорят, все хорошо, все в порядке, все документы в порядке, сметы в порядке, это все, все сценарии, все есть. Они определяют график финансирования твоей картины. Каждый месяц соответствует КПП, соответствует финансовым планом. Они обязаны тебя финансировать. Это закладывает свой интерес. Но этот интерес заложен в смете. Он называется стоимость финансирования. Это интерес банка. Обычно они не очень такие уж и фантастические. Может, 5% быть. Но они закладываются в смету. И ты просто спокойно делаешь свое производство и стараешься не выбиться из графика. А деньги тебе поступают. Не потому, что ты какие-то отчеты дал. За отчетами банк вообще не следит. За отчетами следит completion bond. Потому что это их, если залетит картина, они прикрепляют своего экзекитива в продюсера производства и тот следит за процессом съемок и освоения средств. Если он видит, что картина начинает выбиваться из съемочного графика и начинает превышать смету где-то, они смотрят тревожный звоночек. Они усиливают внимание. Они могут прийти к продюсеру и сказать, ребята, что-то вы отстаете от графика, это повлечет такие-такие-то расходы. Им же неинтересно потом банку или кому-то угодно за свой счет покрывать эти средства. А прокатчик не даст больше той суммы, которую он дал в прокатной гарантии. Извините. Вы можете потом остальное получать с проката. Ну, прибыль. Но в том, что мы гарантируем, это нет. Извините. И вот такая система, она работает. у нас ее нет. У нас, по-моему, слыхом не слыхивали такую систему. Смотрите, ее можно гипотетически привязать к нашей системе. Если... Если Министерство культуры или тот же самый фонд государственный имеет фиксированную смету на этот год, несмотря даже на то, что он получит деньги в мае или в июне и так далее. Но это гарантированно, потому что утверждено правительством. Он может дать тебе эту гарантию в январе или в феврале, когда прошел этот конкурс. И ты знаешь, что твоя картина победила. И ты знаешь, что это гарантированно твоя сумма, которая утверждена, и ты ее получишь. И ты не ждешь, когда она поступит на твой счет из фонда. Ты идешь в банк, ты идешь в то же самое на комплишн бонд, который можно здесь сделать. У нас много хороших страховых компаний, которые могли бы это обеспечить. Там специалисты есть хорошие. И начинаешь снимать в феврале или в марте. И тебе банк... В принципе, в упрощенном варианте с таким вот, это что-то похожее на наши договора по сериалам. То есть, в принципе, при такой схеме даже без комплишена бонда и банка, ну, как бы, с такой гарантией, например, которая дается на весь цикл, а не на... Вот это, мне кажется, проблема, что он там только дает на часть финансирования. Говорит, там, в течение двух лет я это вам выплачу, ну, в конце года, например, и там еще раз. В принципе, продакшен студии, если бы они были заинтересованы в прокате, если бы права были их, в принципе, они могли бы и сами отчасти, ну, как бы, финансировать. Потому что фонд поддержки вы просто как бы хеджировал их риски просто, да, потому что так же непонятно. Вот о чем мы говорили, да, вот если производители аудиоконтента сохраняют за собой копирайт, имущественные исключительные права и обязаны прокатывать свою картину, и в том случае, когда они получают прибыль, и очень разумно было бы ввести такую норму на ту часть финансирования фильма, которая поступает из государственных источников, одно обязательство, да, вы отчисляете 20 процентов пропорционально тому, что они вложили, и вы начинаете получать прибыль в размере этих 80 процентов, да, ну, и если там остальные есть договоры с другими финансистами, договором с ними, вы получаете, получаете, получаете. На ту часть, допустим, которую вы освоили за счет получения денег от государства, вы, наверное, заработали в два раза больше, чем они вложили, да, ну, допустим, они вложили в ваш фильм там, я не знаю, 500 миллионов деньги, а вы получили миллион, то есть вы уже в очень хороших плюсах, ой, миллион, говорю, миллиард, очень хороших плюсах, нужно все вместе собраться, определить потолок, до которого ты можешь на ту часть, которую вложило правительство, на бюджетные деньги, получать в свой карман эти деньги и распределять как угодно, высплачивать гонорар режиссеру, этому расширяться, что хочешь, то и делаешь, потому что ты получил из кинотеатров, ну, как превышена определенная сумма на ту часть денег, которая была финансирована государством, последующую прибыль ты обязан реинвестировать, либо в собственные проекты, чтобы они работали, новые проекты, либо, если таких у тебя нет, или их слишком много, и тебе просто некуда там поставить, в те проекты, которые выигрывает питчинг, государственное финансирование. Пожалуйста, я посмотрю, принес там, допустим, какой-нибудь интересный режиссер, я не знаю, Кайн Баев получил какое-то, я говорю, вот возьми еще у меня есть деньги, которые я должен вложить. Да. И это очень разумная система. То есть, это к тому, вы говорите, что откуда деньги взять продюсеру собственные? Именно с результатов своего труда. Насколько ты успешно снял картина? В принципе, в частности сектора это примерно так и работает, когда без государства. Но вот смотрите, Шик Мусавич, такой вопрос еще, кроме того, почему мы эту тему вообще раскрываем, кроме того вопроса, что нужно создать условия для творцов, есть же все равно вопрос такой, ну это вот мое мнение, как бы я его часто озвучиваю, что все-таки узкая голова у нас, в нашей индустрии, это все-таки как бы сценаристы, и сама по себе, потому что мы можем создавать сколько угодно условий, без обид, но у нас очень много ориентированного, ну как сказать, не олдскульного, а как бы режиссера ориентированного, то есть считается, что если есть режиссер, как полный метри, он все как бы сделает, но у нас же все равно такое время приходит, когда сценарист все больше и больше как бы роль играет, и условно говоря, режиссеры, мне кажется, у нас есть, операторы есть, очень много кто есть, но вот со сценаристами же проблемы, и тут как бы условия нужно, мне кажется, создавать, чтобы эти сценаристы появились, а они не появляются, ну как мне кажется, как самородки, а это же все-таки индустрия, это как наука, которую все люди должны, вот как мы возвращались, да, Кореи, Турции, они должны начать с малого, то есть, ну как-то вот набираться опыта, то есть, ну просто вот там, новичок-сценарист, такой крутой драматург, это мне кажется, такое тяжелое, как бы такое редкое явление, это все-таки человек, вот, и мне часто просто... Новичок-сценарист, это дрянной сценарий, значит, да, ну это же... Давайте так, вот я даже могу в камеру сказать, вы говорите без обид, а давайте я с обидой скажу, дрянь, ваш сценарий в большинстве 95%, это ерунда. Как из-за ситуации выходить? Да. Мы же тут собрались не комплименты друг другу раздавать, да, а поднимать уровень фильмов. Если вы спросите любого профессионального продюсера, что у нас, что, я не знаю, в России, что в Лос-Анджелесе, и попросите его назвать какие-нибудь три ключевых, слагающих успеха, будущие картины, а потом среднее арифметическое подобьете, на первое место всегда выйдет качество сценария. Всегда. Только на втором появится, я не знаю, участие звезд, то ли без актеров, без режиссеров, и так далее. И только на третьем будет маркетинг, что тоже немаловажно. Тоже у нас страшная дыра в маркетинге. Но сценарий все равно это главенство. Без хорошего сценария, какие бы звезды, что бы не сыграли, получится ерунда. Да, хороший сценарий не гарантирует хорошую картину. Вы можете взять шедевры, можете взять Гамли и Шекспира и снять какую-то вообще ерунду. Но без хорошего сценария сделать будет крайне сложно, если только сам режиссер не замечательный драматург, который сможет его поднять на новый уровень. Но когда режиссер выполняет не только свою прямую профессию на съемочной площадке, но еще и работает над сценарием, он уже сценарист-режиссер. И мы все равно возвращаемся к сценарию. Что нужно делать, чтобы поднять этот уровень? Ну, две основные вещи, конечно, безусловно. Это образование, сценарное искусство и драматургия это наука. Это наука. Не стройте никаких иллюзий. Вы можете говорить, нет такой науки, вы можете игнорировать, вы можете говорить, ведь не существует гравитации, но вы не сможете полететь все равно. Все равно яблоко упадет вам на голову. Как ты вообще это не игнорируешь? То же самое в драматургии. В драматургии это наука. Ты можешь отрицать эти правила, но они существуют без твоего согласия. И их нужно изучать. Да, их можно ломать, но зная, понимая, как ты их ломаешь. И когда ты их ломаешь, ты должен понимать, что ты получаешь взамен. Ради чего? Ради чего ты это ломаешь? Какую ты сценарную дыру получаешь в результате, и чем ты ее будешь закрывать? И это одна сторона дела. Другая сторона дела, чтобы поднять с практической стороны качество подаваемых сценариев, нужно обязательно в фонде кино объявлять отдельный питчинг на сценарные заявки. На development, так называемый. Development – это разработка сценариев. чтобы там уже не обязательно продюсеру приносить весь пакет воров, документов, выступать от лица компании, а достаточно даже индивидуальному сценаристу подать свой сценарий или синопсис, расширенный, тритм и так далее на конкурс. И фонд рассмотрит поданные сценарии на конкурс, они требуют дальнейшей разработки, так называемого девелопмента и выделять ту или иную сумму этому сценаристу, чтобы он ее добил. И потом, когда он ее добивает, с ним есть какой-то договор, разумеется, это в разы дешевле, чем финансировать картину с сырым сценарием. В разы дешевле. При этом продюсер тоже почему нет, может подавать сценарий, если он обладает правами на него или на тритмент какой-то. Для того, чтобы профинансировать его development, разработку проекта, чтобы он был в следующем питчинге уже для запуска картин, готовый прийти высококачественно и сценарий, и к нему все остальные документы. Подготовка этих документов на конкурс это и есть девелопмент. И когда сценаристы, талантливые сценаристы будут выигрывать этот конкурс и получать какие-то средства на это, ну я не знаю, сколько там, надо тоже смотреть, может быть 200 тысяч тенге, может миллион тенге, или что, ну в зависимости от той работы, которую следует проделать с этим сценарием, то к тому сроку, когда он должен сдать готовый сценарий, он будет уже качественный. Ну, во всяком случае, некоторые из них будут гораздо качественнее, чем если бы их подавали прямо сейчас на финансирование всего производства фильма. Это качество повышается. Дальше, когда этот пул хороших, качественных сценариев появился у фонда, тогда они могут объявлять конкурсы на эти сценарии. Искать продюсеров. Да, искать продюсеров. Если это подал продюсер, ладно, он в его собственности остается. А если это подало просто одно физическое лицо, и у него договор с этим фондом и так далее, то этот пул отличных сценариев фонд может предлагать продюсерам брать и их разрабатывать, сопровождать другими всеми документами, договорами с творческой группой и так далее, и подавать на конкурс. Потому что они уже вышли на новое уровне качества и подтверждено их качество. Вот это очень хорошее было бы. Это круто. Это как, в принципе, внутренний сценарный конкурс, который... Да, сценарный конкурс. И я постоянно об этом, только уже не первый год говорю, вы должны обязательно предусматривать питчинг на девелопмент. Обязательно. Поднимайте качество. Но это практикуется где-то? Конечно. Ну, конечно, даже и в российском фонде это практикуется. И это должно практиковаться у нас. Это будет потихонечку повышение качества. А для того, чтобы этим сценаристам выиграть этот конкурс, им нужно знать законы драматургии. Нужно не только быть талантливым писателем вирш каких-нибудь, да, или рассказиков, но и глубоко понимать принципы драматургии. Ну, условно, и тот же экспертный совет, он тоже же должен состоять из тех, кто разбирается в драматургии. А не просто условно говорят в кино. Ну, конечно. Вообще, драматургия это не удел только сценаристов. Конечно. Драматургия должна разбираться, в первую очередь, конечно, и режиссер. В этом должен разбираться и актер. В этом должен разбираться и продюсер. Да. А иначе, как он может оценить? К нему принесли несколько сценариев? Как он отберет какой из них лучше, хуже? Просто потому, и причем эти критерии разбиваются по многим категориям. И у сильных продюсеров всегда работает команда так называемых ридеров, которые читают эти поданные сценарии. Ну, у нас еще по старинке их могут назвать редактора. И дают свой отчет по каждому предоставленному сценарию. Такая же команда, такая же редактор коллеги, или как ее, должна на первоначальном отборе сценариев сидеть в фонде. Вот некоторые жалуются, я не знаю, насколько это соответствует действительности или нет. Те, кто подают конкурс на питчинг в центр, говорят, а наши сценарии не прочитали. Но экспертный совет не может все это прочитать, даже физически. Если, допустим, подано 200 сценариев, допустим, на экспертный совет там 10-15 человек, как они это все прочитали, эту массу? Каждый из них должен прочитать 200 сценариев, да это невозможно. Поэтому необходима какая-то коллегия, профессионалов, сценаристов, редакторов, которые бы этот весь ворох посмотрели, прочитали. Конечно, первая часть сразу отсеется, даже не читая. Это та часть, которая не соответствует требованиям. Требования какие-нибудь написанные рассказики, но это не сценарий. Сценарий имеет свою форму. Если он не написан в этой форме, он не готов для того, чтобы его финансировать. Тем более, никто никогда в здравом уме не запустит картину, которая вообще только синоптиз или третный письм. Вообще. Или так называемый литературный сценарий. Ну, хорошо, если у тебя литературный сценарий, иди публикуй его в меломане, где-нибудь книжку выпускай. Ты должен подоставить профессиональный сценарий. И сразу первый отсев идет. Даже среди этих профессиональных сценариев эта коллегия должна дальше разобраться, что в топе, что нет и так далее. И дать свое заключение экспертам. А что в этом редакторском отчете? Это помимо вот этих оценки критериев по оценкам хорошо, отлично, хорошо, плохо, там всегда 8, 10, 15 критериев может быть. Еще и его краткое содержание этого сценария, это бешсинопсис, который пишет сам ридер, не автор, ридер. И его заключение комментария и рекомендации, почему он дал те или иные оценки. Эти все отчеты должны как раз поступить в экспертный совет. И они должны его иметь. И потом доступ к любому из этих сценариев, когда они их смотрят. А, Шапан Александрович, смотрите, там на каждом этапе нужны люди с компетенциями. Абсолютно. Я как-то, честно говоря, скептически отношусь к тому, что ридеры, коллеги собирать, ну, я, может быть, потому что так уж много этих людей. Да, да, да. Достаточно средств у фонда для того, чтобы нанять этих экспертов. Если их не хватает здесь, нажмите в России, нажмите там, где по-русски меня читают. Если сценарий по-казахскому, создайте свою хорошую, крепкую команду, научите редакторов, читающих по-казахски. Шапан Александрович, ну, смотрите, у вас же есть курс драматикон, где вы учите обучение как раз-таки как бы сами в частном порядке, да, как сказать. Да, да. Ну, вот, мне кажется, это очень круто, что вот, ну, я готов ее предложить программу любым учебным заведениям или кинокомпаниям и так далее. И в этом году я планирую книгу выпустить уже. Я имею в виду вот в процессе, как вы оцениваете тех людей, ну, если мы говорим сейчас про казахстанцев, тех людей, которые сейчас обучаются у вас, ну, как вы оцениваете потенциал, ну, опять-таки, когда вы говорите наукой, я это воспринимаю, я тоже очень согласен с этим мнением, и наука еще это призывает, что, ну, не может он просто обучиться и выйти сразу, как бы, то есть, это означает, ну, условно, для меня, как пример химия, то есть, он не может быть просто химиком от рождения, он должен отучиться, а потом еще там провести годы в исследованиях, в лабораториях, ну, какие-то ошибки совершить, ну, мне так кажется. А это простая практика. Да, практика. То есть, ты должен все сведения, все знания, которые получаешь о том или ином предмете, обязательно отработать на практике. Да. В 10 раз больше, чем потратил время на изучение самих законов. Практика, практика, еще раз, практика. Законы, ты должен ввести в подкорку. Они должны работать в твоем подсознании, на уровне уже интуиции. Как водить машину. Как водить машину. Ты не думаешь, что нужно там отжать сцепление, перевести, потом опять включить и так далее. Нет. Ты уже об этом не думаешь. А в сценарном мастерстве говорят, да, больше правил, чем в вождении машины. То есть, и ты должен это отработать. Очень большие соблазны еще. При этом, не свалившись, конечно, в такое, знаете, закрашивание по квадратикам. То есть, это же не роботов, ты пишешь, не для роботов. Ну, такой баланс между. Ну, вот я хотел вернуться к этому вопросу. То есть, насколько вы оцениваете из тех людей, которые сейчас у вас учатся? Во-первых, хотел спросить, кто эти люди обычно? Эти люди, ну, я вот был на российских сценарных курсах, я там, ну, несколько категорий. Бывают часто женщины, которые пришли там из писательной. Потом есть журналисты, которых хотят. Потом есть люди, которые в каком-то определенном возрасте, они, ну, как сказать, такой, как сказать, там, ближе к 50. То есть, какая-то переоценка, вот, то, чем они занимаются. Ну, и, соответственно, просто начинающие молодые там кинематографисты, режиссеры, там, какие у вас... самые разные, да, самые разные люди. Если мы говорим о курсе, который ты набираешь самостоятельно, да, из всех желающих. Вот, разумеется. Если ты ведешь курс, например, как во ВГИКе, да, вот, или набирал курс в школе индустрии, в искусстве, там, это уже люди конкретные. Профессионалы. Ну, так, стремящиеся быть профессионалами. Для того, чтобы работать в кинематографе. Причем среди них есть и те, кто уже работал сценаристом. Вот они, те, кто хочет отточить мастерство. Те, кто считает, что они стали большими мастерами, ты там не найдешь. Да. Ну, потенциально есть кто-то, кто может уже? Потенциально, конечно, есть. Конечно, есть. Нам нужно учитывать, что мои курсы, это не обучающие курсы. То есть, это не учебное заведение, которое выдает диплом и ставит оценки. Это абсолютно профессиональный обмен опытом. Что ты делаешь с этим опытом, это твое дело. То есть, для меня это не вопрос образования и выдачи там дипломов. Под заголовок этого курса, если вы обратите внимание, гласит это драматургия на экране, на сцене и в жизни. То есть, у меня частенько приходят и психологи заниматься. И вот сейчас, например, в текущем курсе у меня есть очень интересный психолог, который уже, ну, достаточно долго занимается схожими вопросами создания сценария жизни. Вот. И она как-то так упала ей на сердце. Это система, мой метод. и она создает на основе очень интересный метод работы с клиентами, да, по планированию, по целеполаганию, решению тех или иных задач для своих конкретных клиентов. Это тоже очень интересно. Почему у меня включена жизнь в этот метод драматургии? Да потому что из жизни приходят все законы в драматургии. Да, да. Из жизни. Они могут обратным образом тоже на жизнь влиять. Особенно сильнейшие произведения всегда влияют обратным образом, потому что они анализируют жизнь. Они анализируют весь хаос всех этих происходящих сценариев, событий во выведенной жизни в закономерности. И вот эти закономерности и составляют науку драматургии. И они универсально применимы. И я надеюсь в этом году выпустить книгу. В принципе, она в черне вся готова. Просто я нахожу какое-то время, чтобы ее там прочесть, и свой материал. Такая большая хорошая книга, которая может помочь в этом деле сценаристам. Вот вы сказали про психолога. Я вот в последнее время то, что я заметил из того, что я смотрю, и вообще вот эта сама психология, она больше как-то как наука становится такой прикладной, что ли, прямо в жизни. Да, да, да. Я заметил там, конечно, очень такие прямо параллели. Во-первых, в самом жанре внутри идет внутри, как бы все обращаются так или иначе к психологии. Во-вторых, конечно, она там априори просто условное деление на психотипы или, ну, по сути, для нас, как бы, те, кто как-то сценаристикой так или иначе как бы увлечен, это же тоже как бы персонажи, и мы в поиске еще более уникальных персонажей, по идее, мы уходим в эту же психологию, да, там нам нужна достоверность, убедительность с одной стороны, уникальный персонаж, какой-то, какой-то, и мы тоже же, когда пишем героев, мы думаем же, почему он такой, если ты хочешь его таким придумать, там, не знаю, угрюмый, но там, мы же сами придумаем для него то, что на экране не показывают, какую-то историю, там, не знаю, папа, отца не было, там, вот, что-то еще, ну, это самое, я понимаю, что это... Ну, да, любая история развивается, как минимум, на двух уровнях, внешним и внутренним, которые ты не видишь на экране. Это же очень похоже на психологию, потому что они тоже говорят, так, у вас там из детства, то есть, как сказать, пациенту говорят из детства, и мы тоже героям, когда лепим, мы говорим, почему это произошло с ним, что именно с ним произошло, да, ну, я думаю, это вообще, мне кажется, скоро это вообще будет... При этом немаловажный момент, что серьезный метод драматургии рассматривает не только психологию персонажа, не только персонажа героя, там, или антагониста, она рассматривает психологию восприятия фильма с зрителем. Да. А это уже немножко другая психология. Каким образом ты подготавливаешь эмоцию? Каким образом заставляешь его смеяться или плакать? Что это в комбинации дает еще с физиальным рядом, да, то есть, Каким образом эти эмоции подготавливаются? Как они работают, как они не работают? Вот, и не зная этого, зрительская кино не сделать. В жанре очень тяжело работать будет. И это тоже нужно вот знать, изучать его. Некоторые говорят, ой, ну вот просто тот такой юморист, ему легко комедии, а у меня никогда не получится. А почему не получится? Потому что ты не знаешь, как он это делает. Да. А если ты узнаешь, как он это делает, может быть, у тебя лучше получится. Ты просто не знаешь. Я обратил внимание, что люди, которые самые лучшие анекдоты рассказывают, вообще даже не смеются сохранять какое-то своеожиданное другое выражение лица. Потому что они знают, что они делают. Вот, и то же самое здесь. Некоторые говорят, да, я люблю нарушать правила. Говоря так, и не обладая знанием правил, они говорят абсурд. Они даже не задумываются. Невозможно нарушить правила, если ты их не знаешь. Они ссылаются на Тарантино очень часто. Я говорю, ну ты не можешь начать просто с этого. Потому что ты в темную идешь просто. Я думаю, что он очень хорошо знают все правила. Тарантино очень хорошо знает. Он огромное количество фильмов смотрел и анализировал. Он это намеренно делает, потому что он не на этом воспитывает. Конечно. Коллеги, хотел спросить у вас, ну мы, мне кажется, классно раскрыли тему, которая, мне кажется, многих интересует. Потому что, как я понял, по моим комментариям всех больше интересует, как сделать свое кино, чем как снять свой сериал. Но так или иначе, я хотел спросить, что вот мы говорили в основном о Центре государственной поддержки. Ну а если мы говорим какие-то практические советы, то есть, что мы можем сказать, например, условному, ну не начинающему, может и начинающему, режиссеру, продюсеру, сценаристу, как можно, что нужно сделать сейчас прямо в Казахстане, вот в текущих условиях, чтобы там, как бы, снять свой фильм или сериал, скажем так, сразу скажем, как мини-сериал, да, то есть, который тоже уже сродни как бы полному метру по истории, вот, чтобы, ну там, я не знаю, там, прославить нашу страну, или у них, если у вас есть, если у них есть великолепная история. Ну, предположим, условные данные, что есть этот сценарий, потому что, понятно, мы сразу зададим вопрос, что за история, вот, что нужно сделать из практического, тут, как продюсер, Расшир Мусарович, с вашим опытом, как вы думаете, оцениваясь текущие реалии? Из практического, это то, что, где бы ты ни находился, в каком бые стране ни находился, тебе нужно стать частью кинематографического сообщества. Кино – это коллективное творчество, это не творчество одного человека. Когда там, ты сел, написал книгу, или ты там, в студии написал картину, и так далее, ты не можешь сделать кино в одиночку. И, соответственным образом, нужно собираться, собирать команды, сильные команды, где у каждого есть, как бы, своя сфера ответственности, и эта команда должна быть объединена общим взглядом, подходом к кино. И расти, расти, расти вместе с этими командами. Тем самым, каждый член команды друг друга обогащает. И чем более талантливых и способных ребят привлечете, и девушек в свою команду, тем сильнее она будет. Ваша задача – не самовыражение. Поставив себе целью самовыражения, вы объединяете фильм или тот продукт аудиовизуальный, который вы хотите сделать и представить широкому зрителю. Вы создаете некую синергию, совместную работу большой команды, как творческой, так и производственной, которая в унисон дышит. И сумма этих частей будет больше. Фильм будет больше всегда вклада какого-то одного человека. Это не просто дважды два – четыре. По закону синергии дважды два равняется пять. Или семь, восемь, девять, десять. Всегда больше того, что вложено в него. Вот с этого начинайте. С этого. Даже если вы еще начинающий кинематографист, вы хотите стать режиссером. Вы не станете режиссером по мнению волшебной палочки. Работайте на любой должности в кино. Вступайте в эти коллективы. Формируйте их. Если ты хочешь быть режиссером, пытайся найти в себе с одной стороны лидерские качества, упорство в достижении цели, а с другой стороны гибкость в работе с огромным количеством людей. И при этом сохраняя стержень, который нужен для твоего произведения. Ты должен видеть его. Вот поэтому еще раз. Вместе, вместе, вместе. Вы знаете, однажды... Ну, не однажды. Частенько спрашиваю. Как ваша казахская новая волна появилась? Что не фильм, то какие-то явления. Вы учились? Ну, да. Мы, с одной стороны, учились. Но многие люди учатся, а все равно волны не получаются. Значит, и я не нашел ничего лучше ответить на этот вопрос, чем процитировать слова. Я, правда, не помню, то ли это Гадар сказал, то ли Трюфо, то ли кто-то из французской новой волны. Отвечая на такой же вопрос, как возникла эта французская волна, как вы объясните этот феномен, для того, чтобы возникла волна, необходимо, чтобы кинематографисты собирались вместе и говорили о кино. Если вы о нем не говорите, если вы не собираетесь вместе, если каждый преследует свой личный какой-то интерес, и тем более, если задача его, некоторые, ну, от дилетантов часто слышат, да и не только от дилетантов, завоевать Оскар, Канн в Вете завоевать, пройти по красной дорожке, там и так далее. Это все шелуха. Это не составляет сущность кинематографической профессии. Мы все кинематографисты, мы рабочие. Мы работаем день и ночь. Мы не различаем жизнь и свою профессию. Это все едино, все вместе. Поэтому пашем, 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 пашем. Вот так. А что еще мне могут сказать? Конечно, ну, можно сказать, учись, учись и учись. Это будет правильно, да? Как дедушка Ленин говорил. Это «Люби жизнь», «Наблюдай жизнь» и так далее. Это все понятные, банальные вещи. Все это нужно. Но ни на секунду не забывать, что кинематограф – это коллективное творчество. И не только творчество. Ведь недостаточно создать фильм и до свидания. Нужно, чтобы его смотрели люди. Это также и коллективное потребление вашего коллективного творчества. Вы работаете не в одиночку, и фильм смотрят люди не в одиночку. Так что… Я бы добавила для молодых, да, что можно быть… То есть правильно я сейчас сказала, что нужно… Сейчас очень часто, к сожалению, люди, которые заканчивают специально с режиссуру, там, или «Раперские», они приходят сразу же режиссерами. То есть у нас… Я говорю именно про нашу, да, вот нашу территорию. То есть им неприлично и неинтересно идти ассистентами. Хотя в ГИК все, кто учился, то, что называют «Олдскулом» сейчас, они все шли сначала ассистентами. Но отрабатывали огромное количество. Им было неважно быть в процессе, то есть быть командой единой. Вот. То есть это первый момент. А второй момент, если на самом деле есть идея, в которую молодой режиссер, в основном, если не сложилось, верит, собрать команду, которая помогла тебе сделать это кино бесплатно, всегда можно. Когда режиссер говорит, я не могу снимать кино 5, 10, 15 лет, он не режиссер. То есть у меня вот такая позиция. Потому что режиссер, он не может не выражаться. Он должен чем-то заниматься. Или он в это время, я не знаю, писал какую-то книгу, или он занимался законом. Вот у себя должен быть какой-то процесс. А у молодых, да, у них сейчас такое количество возможностей. Можно снимать на телефон, и все понимают, что это будет миллион фестивалей, которые примут твою работу, где тебя увидят, узнают, продвинут. То есть у тебя будет возможность. Нельзя просто сидишь в себе и стесняешься. Значит, ты тоже не обладаешь качествами лидера, ты не можешь быть режиссером таким, который способен создать что-то по-настоящему значимое. Потому что очень многие люди, наверняка это уже заметили, тоже молодые люди, когда возникает идея, знамышленники всегда образуются рядом. Потом мы все знаем, что есть периоды, когда не снимается кино, у нас обычно зимой не снимается, снимать краткометражки, снимать их много, посылайте их на фестивали, участвуйте во всех программах. Потом есть, сейчас очень хорошо работают, возможно, воркшопы работают. Очень много возможностей для того, чтобы быть в сообществе, не только в нашем. Сейчас очень удобно работать, интернет-сообщество позволило в онлайне общаться с огромным количеством таких ненамышленников. То есть современных молодых людей, в чем они выигрышные позиции, чем мы сейчас, у них нет понятия локальные ограничения. У них весь мир, и они свободны в том, что у тебя может быть, вот даже помнишь, когда пандемия была, и даже вот ты снимала, да, вы снимали сериал, находясь здесь, с украинцами, с кем-то, это же получалось сделать. Мы с Редом снимали, мы снимали, мы не могли выехать, естественно, ни в Европу, ни в Монголию, потому что закрыты, были границы, ни в Штаты. И там нанимали группы, и смотрели через, то есть организовали систему, через Zoom общались, Рашид общался так же со спикерами, слава богу, он знает много языков, это удобно, вот, ну как бы там ни было, да, может с переводчиком общаться, так же, это же не проблема. Сейчас вообще нет ограничений, ограничений есть только в голове. Если я говорю, я не могу, но не могу, лучше ничего не будет, потому что можно, художники, операторы, да кто угодно, у тебя есть все для того, чтобы это сделать, чтобы снимать, снимать, и нет света, снимать дневные сцены. Потом большинство рента хаосов, да, большинство продакшн студии имеют свое какое-то оборудование, они всегда помогают молодняку, всегда помогают. Нет такого, что пришел человек, горит идея, весь такой воодушевленный, вот я там собрал, не знаю, в тысячи тенге, буквально на покушать группе, я хочу снимать вот мои истории, и ему не помогли, да нет такого. Просто другое дело, что люди сидят и ждут сразу, что идут, после Жургина, не знаю, великое, большое полнометражное кино. Хотя еще, короткометражное кино. Я могу добавить, по большому, правильно, то есть, это тоже правильные цели себе надо ставить. Молодым, что я могу порекомендовать, но в частности, если ты говоришь о режиссерах, посмотреть на статистику. Это касается впрямую твоего цели и полагания. Вот если мы говорим о режиссуре, есть вот такое интересное исследование Стивена Фоллоуса, это очень неизвестный британский аналитик, который по огромному направлением анализирует всяческие аспекты кинематографа. У него там сотни всевозможных направлений исследований. В том числе, у него есть очень интересные, свежие исследования, касающиеся среднего возраста режиссера. Он проанализировал все фильмы, которые выходили на экраны Америки с 2000 года по сей день, за 20 лет. И просто чисто арифметически выявил средний возраст режиссера-дебютанта. Дебютанта. И сколько бы вы думали, какой возраст средний, что бы вы думали, 45 лет на сегодняшний день. Где-то в начале этого графика возраст был чуть ниже, от 35-36 начинался, но он постоянно возрастает и на данный момент составляет 45 лет. Возраст среднего возраста режиссера, у которого больше одной картины, вторая, третья, 55. Это не значит, что нет молодых режиссеров. Режиссеров во всей этой массе картины, которые меньше 30 лет, 2,1%. Я о чем хочу сказать? Это не значит, что эти люди ничего не делали. Раз, и только родились режиссеры, когда их стукнуло в голову, и они в 45 лет что-то сняли. Они работали в кино. Они делали что-то другое. Кто-то из них снимал и короткометражки. Кто-то снимал из них фильмы, которые не вышли на экраны. Просто в прокат не попали. Потому что не то качество. Вы что думаете? На экраны попадают фильмы, которые, мы сказали, он имеет большую художественную ценность, отвечает чаянием народа? Как у нас как написано у нас в этом загоне о кино. Вот это абсурд. Нет, конечно. То, что люди смотрят. Пойдут и будут смотреть. Поэтому это серьезная взрослая профессия. А это не значит совершенно, что ничего делать не надо? Ждать, когда тебе исполнить 40 лет, а потом начать продвигать свою картину? Нет, конечно. Работать, работать и работать. Есть множество профессий в кинематографе, очень важных для тебя, чтобы понять, что такое профессия режиссуры. Потому что, вот по моему глубокому убеждению, режиссуре научить невозможно. Невозможно. В отличие от драматургии или там операторского министерства художественного, или музыки и так далее, это не наука. Нет таких учебников, которые сделают тебя Эйзенштейном. Ты должен им стать сам. Если у тебя есть внутренний режиссер вот там, ты его должен найти и вытащить оттуда. А для того, чтобы он вылез, тебе нужно все знать, как кинематография работает. Ему нужно быть желательно хорошим сценаристом, драматургом, желательно хорошим актером, желательно хорошим художником и даже оператором. Монтажером обязательно. Да, и композитором. Но если мы говорим о чисто профессии режиссера, ты не обязан быть гениальным сценаристом, гениальным актером, гениальным оператором. Но ты должен глубоко понимать суть этой профессии, этих профессий. Потому что ты их собираешь вместе в новом качестве, который называется фильм. Это синтез, как Зигавертов говорит. Это не просто дернул немецкую психологическую драму, как он говорит, немножко музычки туда, и все, и слепил. Нет, это глубокий синтез, рассказанный кинематографическим языком. И ты должен понимать, что это такое. Ты должен уметь монтировать. Ты должен в совершенстве владеть искусством монтажа. Потому что монтаж-то и есть язык кино. Он складывается из последовательности кадров. А как ты их складываешь? Ты должен понимать, что они какую-то систему преследуют. И это система драматургическая, которая вызывает эмоции у зрителя. А для того, чтобы они возникали, нужно работать с актером, чтобы он сыграл и понимал, что он играет. Если ты этого не понимаешь, эта актерская работа будет просто никудышной. Это только любители, просто зритель посторонний, который взятки гладкие, говорит, ой, как хорошо сыграл актер. Он не вдумывается в то, что хорошая игра актера может состояться только при хорошей режиссуре. Больше никак. Если актер на подмостках театра, например, может из вечера в вечер один и тот же спектакль играть и оттачивать те или иные эти моменты, то есть спектакль, пока он живет, пока он в репертуаре, актер существует, эти полтора, два, три часа, пока он на сцене, перед живым зрителем, то в кино снял и все. Ты уже потом, когда закончился монтаж, когда за накарь, ничего уже переделать не можешь. И на съемочной площадке нет зрителей. Нету. Есть только профессионалы. Единственный зритель на съемочной площадке, который обязан этим заниматься и управлять этим процессом, это режиссер. Только он оценивает качество игры актера и он ему дает указания, как это нужно сыграть. И с ним они это обсуждают. И этому тоже нужно учиться. А чтобы этому научиться, надо хотя бы понять немножко профессию актера. Тоже поиграть, может, там, сям. Делать большое количество этюдов, оттачивать со своими друзьями. А делая этюды, снимайте хоть на видеокамеру или вот на телефон. А может быть, из них какие-то возникнут блестящие вещи. Вот, например, когда мы учились в мастерской, в ГИКО, вот вся одна знаменитая мастерская, где очень высокий КПД, где каждый вышел достаточно видным режиссером, мы ставили очень большое количество этюдов. Нас просто заставлял. И Соловьев заставлял, и Анатолий Васильев, этот легендарный театральный режиссер, большое количество этюдов. И там были великолепные, замечательные. И, к сожалению, мы знаем о них только по воспоминаниям и рассказам. А если бы у нас было снято, зафиксировано, это был чрезвычайно интересный материал. И занимайтесь этим. Делайте. Это вообще не стоит копейки. Как мы собрались вместе, отыграли, сняли и есть. Да сейчас и монтаж просто сделать. Да все очень просто. Это просто делать. То есть не говоришь, что я снимаю только большое кино, за которое я Оскар получу. Так размышляют дилетанты, которые никогда такое кино не сделают. Они не способны. Это неправильная цель. Это неправильная задача. И поэтому вот без иллюзий, а работа, работа и работа. Опять к этому же я и возвращаюсь, с чего начал. Да, они... Началось с учебы. Учеба, учеба, дошли... Нет, и учеба-то нет. Учеба это и есть практика. Очень хорошее у Джима Джармша есть выражение. Я с ним согласен. Он уже сам через это прошел. Он хорошо сказал. Он говорит, 95% того, чему вас учат в школе, вам не нужно. И только 5% чего-то полезного. Вот этими 5% занимайтесь с утра до вечера. То, что вам полезно, то, что нужно. А не то, что там, я не знаю, там, какая-то отвлеченная культурология. Это тоже, может, интересно, тоже обогащает вас. Но в первую очередь работайте вот в кино. Вот это. Вот я послушал вас, Шатан Савич. Мне пришла в голову такая мысль, что, в принципе, она довольно-таки банальная, но как-то для себя такой получил инсайт, что вот если какой, ну, как если вы режиссер, вы не можете этого не делать, как бы, да, но режиссер, мне кажется, с учетом того, что там первые дебюты в среднем 45 лет, может, даже эти же дебюты могут не получиться, да, это же не два часа картина. Успешная. Нет, это в принципе успешная, потому что они вышли никогда, ну, я имею в виду... А сколько таких, которые не вышли никуда? Ну, может быть, они еще не получили каких-то наград. Им еще 40 просто. Я просто потому, наверное, режиссер, я сначала подумал, что, наверное, человек, который претендует быть режиссером, наверное, внутри ему сначала нужно понять, режиссером или нет, с одной стороны, а потом я подумал, что, наверное, так и должно быть устроено, что режиссер внутри себя как-то эту рефлексию ты так и должен с ней жить. Может быть, она его и должна двигать. На самом ли деле это дело, которое... Рефлексия. Никогда не сделает тебя режиссером. Никогда. Это становится частью твоей жизни. Это образ жизни. Это тоже нужно иметь в виду. Нужно уметь ладить с людьми и нужно уметь убеждать. Потому что не достаточно только подписать договор, выйти, снять и говорить, мотор, начали. Стоп. Нужно добиться того, чтобы ты убедил. С одной стороны, продюсера, или если ты сам продюсер, еще и финансист, ты способен это снять. Ты должен заразить своим видением. Ты должен уметь ладить с людьми, работая в группе. Если плохой режиссер, не понимающий ничего, что происходит на площадке, вся площадка этим заражается. она будет плохо работать. Не в полную силу. ты должен, с одной стороны, проявлять определенные лидерские качества, а с другой стороны, убеждать коллектив, с которым работаешь, в том, что они делают настоящее дело. Они зря прожигают свои рабочие дни и свою жизнь. И так далее, и так далее. У меня вот в курсе есть, кстати, у нас, у меня 24, как бы, занятия, лекции большие, ну, 24 полнометражных фильма, грубо говоря, драматургии. Каждая посвящена своей теме, и, естественно, развивающаяся от концепции, начала сценария до его конца, и что потом делать с этим. У меня есть глава в режиссуре там, кстати. Конечно, можно отдельно такую книгу о режиссуре посвятить, уже не с точки зрения, так сказать, законов и теории, а сколько с практической, с точки зрения, как это все делалось там, 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 там. Но там есть определенные закономерности тоже в этом. То есть, что все-таки нужно знать и что уметь. И с точки зрения искусства режиссуры, вот то, о чем мы упоминали, обязательно знать и такие вещи, как вот Петра Яршова, режиссура, как практическая психология. Каким образом ты работаешь с актером? Каким образом ты работаешь со сценарием? И как ты его интерпретируешь? Ведь профессия режиссера во многом связана еще и с интерпретацией литературного первоисточника. И это, в общем, очень масса этих дел. Освоить это, ну, я не знаю, в течение даже пяти лет, участь где-нибудь в каком-нибудь университете, где ты 95% времени занимаешься сдачей совершенно ненужных тебе зачетов, экзаменов и всякой другой ерундой, разумеется, у тебя не будет достаточно времени, чтобы стать режиссером. Все, что вот когда ты идешь на режиссуру, в какой-нибудь университет, и когда ты выходишь оттуда, ты не выходишь туда режиссером. Ты выходишь оттуда студентом, получившим диплом и нахватавшимся каких-либо знаний. Дальше начинается работа и работа, и работа. Вот эта работа и составляет ценность твою, как режиссер. Вот о чем хотел сказать. Круто. Большое спасибо. Это было очень вдохновляюще. Надеюсь, это видео будет, ну, для меня-то очень полезным и мотивирующим. Хотя я и не режиссер. Не имеет значения. Ну, мне еще два года. Как продюсер. Мы поймем статистику продюсеров, поднимем и посмотрим. Вот. Большое спасибо вам за то, что вы смотрели. Большое спасибо, что вы пришли. Это был видеоблог «Серийный продюсер». Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Любите кино. Субтитры создавал DimaTorzok